Жители одного из многоквартирных домов Волжского обратились к нам с жалобой на неприятное соседство. Вот уже несколько лет в теплое время года их пятиэтажка подвергается настоящему нашествию насекомых. Жуки облюбовали стоящие рядом с домом вязы, но кроме деревьев, свои территории они, видимо, считают и квартиру людей. На месте побывала Людмила Кухарева. От жуков просто нет спасу, признается Алла Викторовна. Они на полу, потолке, окнах и даже в еде. В квартиру насекомые залетают через балконную дверь с растущих рядом вязов. Особенно много их ночью. Волжанка часто просыпается от того, что жуки ползают прямо по ней. Ну это какой-то кошмар. У нас маленький ребенок грудной, всего две недели. Они здесь боятся ночевать. Дочери пришлось уйти туда, к свекрови, потому что они ночью боятся оставлять. Док ребенка заползет куда-нибудь или в ухо, или в нос. Не будешь же караулить всю ночь сидеть. У соседки все окна с сеткой. Но жуки каким-то образом все равно проникают в квартиру. Недоумевает пенсионерка. Эта история на протяжении последних пяти лет повторяется каждое лето. Насекомые, вовремя не замеченные хозяйкой, даже остаются зимовать. Вот посмотрите, сколько их. Там за этой. И вот. Это ужас какой-то. Это я еще убрала вчера. Это вот сегодня вот утром на хлопалах. И как ты брала за тем, не понимаешь? Ой, я не знаю. Все, видал, все облеплено. Уже уставшие от нашествия насекомых жильцы пятиэтажки не раз обращались в местное ЖЭУ. Звонили в управляющую компанию. Так и не найдя понимания со стороны коммунальщиков, они отправились на личный прием к руководству жилищного хозяйства. Тариф по текущему ремонту и содержанию жилья, затраты на обработку от жуков на сегодняшний день не входят. И в прошедшие годы тоже не входили. Для того, чтобы решить проблему по дому жителям, им нужно инициировать проведение собрания, определить затраты, стоимость работ на проведение данных мероприятий. И после чего уже выполнять эти работы. На сегодняшний день у управляющей компании таких поручений от собственников нет. Работа эти не из дешевых, предполагают Алла Викторовна и ее соседи. Но даже если жильцы согласятся принять финансовое участие в опрыскивании деревьев, надолго ли наступит заветное облегчение? Ведь раньше опрыскивание зеленых насаждений проводили организованно по всему Волжскому. Сегодня такой практики уже не существует. Жильцы готовы и на крайнюю меру срубить деревья. Правда, с такой просьбой в свою коммунальную службу они пока не обращались. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».